Ремонт моста Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня мы продолжаем проходить сюжетную линию по прохождению Star Stable Online 100% И сегодня у нас часть про строительство моста Стоп, постой! Ты не сможешь проехать по мосту? Подожди минутку Уф, хорошо, что мне удалось тебя остановить, иначе это могло плохо кончиться Ты направляешься в рожайные области? Извини, но сейчас ничего не выйдет Почему? Ну, у меня есть хорошая новость и плохая Плохая новость в том, что мост сломан, разрушен после прошлой зимы Когда лед вскрылся, мост практически развалился, и посередине появилась огромная дыра Так что сейчас перейти через него невозможно Ну, а хорошая новость в том, что я собираюсь починить этот мост Так что скоро все будет в порядке, и ты сможешь ехать куда захочешь Я строитель Дональд, а как тебя зовут? Приятно познакомиться, Джессика Что? Сколько это займет? Хм, честно говоря, на это потребуется время Я не знала, что мост такой высокий Понимаешь, я вообще не люблю высоту Мне сложно даже проверить, насколько сильно мост поврежден Говоришь, что сможешь это сделать? О, ты так добра! Посмотри, какой урон нанесен мосту, а потом возвращайся и расскажи мне О, ты так добра! О, ты так добра! О, ты так добра! О, ты так добра! Как он выглядел? Ой, похоже, что нужно починить очень многое Доски отсутствуют, балки должны быть приколочены, уплотнение подгнило и очень нестабильно Что же нужно будет мне сделать, чтобы починить его? Ты хочешь помочь мне? Ой, ну спасибо! Какая ты добрая! Хорошо, тогда пора начинать Знаешь ли что, если мы починим мост, то я смогу наконец-то ездить в Ярлхейм Я не был дома с самой зимы Почему я не поплыл кораблем? Ну, понимаешь ли, я не люблю корабли Воды выше колена совсем не для меня Повезло мне, что здесь у меня есть душевая кабина А то никогда бы не осмеялся купаться в ванной Но теперь мы будем чинить мост здесь Я думаю, что мы начнем просмотр чертежей моста Тогда мы поймем, как он был построен Не правда ли это замечательная идея? Ты тоже так думаешь? Как хорошо! Попробуй найти это в моем грозовике, Джессика Я не знаю, куда положил их, но они где-то там Приходи ко мне потом обратно, и мы начнем ремонт моста по-настоящему Чертежи найти очень легко Для каждой любой учетной записи они находятся у заднего правого колеса Ты нашла чертеж? Ты правда это сделала? Хорошо, тогда начнем У тебя появился прогресс ремонта моста Каждый раз, когда ты будешь делать какое-то доп или основное задание Или же просто вносить строительные материалы Шкала будет увеличиваться Хм, а теперь мы посмотрим на эти чертежи Посмотри-ка Да Ну а что ты думаешь, Джессика? С чего начнем? С пола моста? Да, это звучит логично Если на мосту нет пола, тогда будет невозможным проехать по нему к селу урожайному Хорошо Тогда у меня плохая и хорошая новость Плохая это то, что я забыл доски для строительства Или вообще-то не забыл Они лежали так высоко на полках, что я не осмелился подняться наверх по лестнице и взять их Хорошая новость это то, что у меня есть все машины, которые необходимы для производства собственных досок Правда же хорошо Они стояли на полу на складе, поэтому я смог их взять Электропила, рубанок и машина для обработки досок Все упаковано в ящиках, стоящих за грузовиком Правда они еще не собраны Возьми вот этот ящик с инструментами и смонтируй машины Приходи потом обратно Отличная работа, Джессика Теперь, когда машины на месте, мы можем начать делать доски для моста Ну вот, мы уже почти все подготовили, Джессика Мне кажется, я чувствую запах из порта в Ялхейме Ах, как соскучился по дому Но приступим к работе Нам будут нужны бревна для досок Где у меня тут были бревна? Хм, я думаю, что я забыл взять их сюда Ты знаешь, Джессика, где можно найти бревна здесь? На заброшенной ферме, лежащей между нами и конюшней Морланда Есть ненужные бревна? Как хорошо! Но бревна должны быть хорошего качества Скачи туда, Джессика, и привези бревно, которое я смогу оценить Скачи туда, Джессика, и привези бревна, которое я смогу оценить Скачи туда, Джессика, и привези бревна, которое я смогу оценить Это бревно очень хорошее. Дай я посмотрю на него поближе. Да, из него получатся совершенные доски. Да, кстати, мне они нужны самому. Тормоза грузовика очень плохие. Если я положу доску перед грузовиком, то мне не нужно будет беспокоиться, что он скатится в пропасть. Этого наверняка все равно не случится, но для моего спокойствия так будет лучше. Ну, как бы там ни было, хорошая работа. Теперь у нас появилось ежедневное задание, благодаря которому мы сможем получать несколько досок путем их производства. Ну, а также открылся магазинчик, в котором их просто можно купить. Ну так вот, а теперь мы начнем делать доски для моста Джессика. Это кажется немного сложным, но я думаю, что ты справишься с этим. Только не стесняйся спрашивать, если тебе что-то непонятно. Сначала тебе понадобится бревно. Как ты сама понимаешь, поэтому привези его с заброшенной фермы. Потом используй машины, стоящие позади грузовика, чтобы сделать из бревна хорошие доски. Ты должна использовать машины в правильном порядке, чтобы доски были хорошего качества. Сначала лесопильный станок, потом рубанок и затем машина для химической обработки древесины. Ты поняла? Хорошо. Удачи тебе и спрашивай, если что-то будет непонятным. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дай-ка посмотреть на одну из этих досок, Джессика. Продолжение следует... Хотя для меня его цены слишком высокие. Ты можешь использовать обработанные доски для починки моста. Просто найди подходящее место на мосту, чтобы их установить. До встречи! На мосту появилась синяя шестереночка. В данный момент данная шестеренка предназначена для обработанных досок. Но с каждым новым материалом будет появляться отдельная новая шестереночка. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, я смотрю, ты уже положила доски. Это очень хорошо. Теперь мы сможем приступить к следующей части ремонтных работ по починке моста. Мы должны посмотреть, что балки, которые держат мост, прочно скреплены друг с другом. Для этого нам понадобятся гвозди. Много гвоздей. Хорошая новость это то, что у меня в кузове грузовика есть большое количество гвоздей. Плохая новость то, что они упали с кузова по дороге сюда. Было так неровно, что они рассыпались повсюду. Но я думаю, что мы сможем собрать их очень быстро. Затем мы сможем опять прибивать балки. Или может ты сама сможешь это сделать. Я не думаю, что я осмелюсь пока взобраться на этот мост. Скачи по дороге в конюшню Морланды и посмотри, сможешь ли ты найти гвозди, упавшие с кузова грузовика Джессика. Удачи тебе! Скачи по дороге. Скачи по дороге. Скачи по дороге. Ты нашла гвозди, Джессика? Ты нашла! Как хорошо! Почему ты выглядишь такой несчастной? Они почти все помнятые. Ой. Что мы будем теперь делать? Да, Джессика. Нам нужны новые гвозди, чтобы продолжить ремонтировать мост. И если мы будем использовать только эти корявые погнутые гвозди для укрепления балок, то это займет много времени. Ты же знаешь прекрасно все части Юрвика. Знаешь ли ты, где можно найти гвозди в Морланде? Кузнец? Он на самом деле может сделать гвозди? Ты говоришь, что он может сковать что угодно? Хорошо, у нас нет выбора. Но сделать гвозди, которые так же хороши, как и промышленные, уж он, наверное, точно сможет. Я доверяю тебе. Надеюсь, что все получится хорошо. До встречи. Чтобы не бежать обратно своим ходом, советую использовать коневозку для возврата в свою конемушку, если ты все еще живешь в Морланде. Приветствую тебя, Джессика. Гвозди? Тебе нужны простые обыкновенные гвозди? Это чересчур просто для меня, Джессика. Ну так вот, я принимаю твой вызов, Джессика. Я выковаю гвозди для тебя, чтобы ты смогла починить мост к силу урожайному. Некоторые красивейшие металлы в мире добываются в горе Серой Росы, и это благородная задача восстановить безопасный маршрут к Ярхейму и конюшню Юрвика. Послушай меня, Джессика. Это будут самые великолепные гвозди, которые когда-либо видел и в Юрвике. С их помощью ты сможешь накрепко прибить что угодно. Я клянусь тебе в этом. Но чтобы начать с этим шедевром, мне нужно сырье, только самое лучшее. Скачи в шахту Дамаскус и добудь руду, которую я смогу использовать. Скачи туда и приезжай только когда у тебя будет достаточное количество. Скачи туда и приезжай. Скачи туда и приезжай. Скачи туда и приезжай. Мне как раз нужна эта руда для производства твоих гвоздей, самых лучших в мире. Приветствую тебя, Джессика. Твои гвозди будут скоро готовы, но для завершения моей работы мне необходим будет такой важный компонент, как пепел из вулкана Гарнака. Джессика, здесь недалеко от меня стоит обыкновенный и незатейливый ящик. Этот ящик содержит самый могущественный во всем мире пепел. Пепел из вулкана Гарнака. Ее пыль позволит твоим гвоздям превратиться из батраков в графов. Принеси мне этот ящик, Джессика, и неси его осторожно. Мне пришлось немало испытать, прежде чем я привез домой этот пепел. Хорошо, Джессика. Давай посмотрим на эти гвозди. Пепел Гарнак теперь добавлен. Но для того, чтобы его сила подействовала и слилась с гвоздями, мой огонь должен гореть сильнее, чем когда-либо. Только тогда, когда он будет гореть так, как солнце, пепел и железо смогут соединиться в мощный союз. Чтобы огонь горел, как солнце, ты должна будешь привезти топливо, Джессика. Позади моего дома, на выступе горы, лежит склад бревен самого лучшего качества в Морланде. Привези их сюда и положи в огонь. Когда огонь будет ярким, как солнце, гвозди будут готовы для последних ударов молотка. Затем я могу отдать тебе эти готовые произведения искусства. Затем я могу отдать тебе это. 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 чем самые острые мечи. Используй их для починки моста и наблюдай, как он становится все прочнее с каждым гвоздем. Если понадобятся еще гвозди, то приходи, я тебе помогу. Если не будет сил терпеть, то, конечно, можешь купить гвозди низкого качества у били-бульдозера. Его можно найти рядом с местом строительства моста. Береги себя, Джессика. КОНЕЦ 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 Теперь балки сидят по-настоящему основательно Джессика. Знаешь что, когда мост станет опять целым, то я поеду в Ерхейм как можно быстрее. Единственная остановка будет в трактире по другую сторону моста. Интересно, открыт ли он по-прежнему? Ведь поломка моста для них является чистой катастрофой. Но назад к работе. Пора начать следующий шаг в ремонтных работах моста. Нам необходимо будет хорошенько уплотнить мост, чтобы не возникли трещины и другие странности. К сожалению, мы не сможем проступить сразу же. Как мне объяснить тебе это? У меня есть хорошая и плохая новость. Хорошая новость, что я получила от совета дополнительные деньги, чтобы использовать только экологический материал. Поэтому у меня было со мной большое количество растительного герметика. Классно ведь? Но к сожалению, герметик пропал. Он лежал в кузове грузовика, но когда я заглянул туда пять минут назад, то он исчез. Наверное, кто-то украл его. Подожди, ты видишь вон там? Похоже, что это герметик, лежащий на земле. Пакет был, наверное, дырявым. Это ведь следы Джессика. Пойди за ними и поймай вора. Игорь у нас теперь пока. Герметик. Игорь у вас. Пока. То-то такое. Герметика. Когда я найду. Смотри'll find his мамы. Игорь у тебя. Игорь у нас. Смотрите продолжение в следующей серии. У меня почти ничего не осталось от герметика. Птицы съели всё. Что? Птицы склевали герметик? Он ведь содержит много семечек, это правда. Но ведь это был целый мешок. Как же они смогли перенести всё это туда? Птиц было очень много? Да, некоторые птицы ведь такие умные. Я думаю, что они помогли друг другу перенести мешок. Звучит странно, не правда ли? Да, но это так ведь. Обозначает ли это, что я никогда не увижу опять, мой дорогой Ярлхейм? Как же мы найдём теперь герметик, Джессик? Ага, у меня нет никаких идей. Как я поеду домой в Ярлхейм? Знаешь ли что, с моего дома я могу слышать по утрам ржание лошадей в конюшне Юрвика. Было бы хорошо слышать это опять. Что? Ты сможешь найти герметик? Хорошо. А как? Миссис Холцворт? К сожалению, мне она не знакома. Ты говоришь, что она знает всё об экологических продуктах? Хорошо. Я не знаю, но у меня нет другого выбора. Если ты думаешь, что это хорошая идея, скачи туда и спроси. Удачи тебе, Джессика. Экологический герметик? Хм, я не делала это раньше, но это интересно. Теперь мы будем варить герметик для ремонта моста между селом Урожайным и Высокогорьем Нильмир? Было бы великолепно, если бы ты могла ездить опять в конюшню Юрвика. Я помогу тебе. Это очень старинный рецепт герметика, которому я научилась у моей бабушки. В нашем роду мы использовали этот герметик в качестве масла в бутирбродах. Ведь он такой вкусный. И даже несмотря на то, что оно такое липкое во рту. Но ты должна обещать, что ты никому не расскажешь об этом рецепте, ведь он тайный. Так вот, первое, что нам нужно сделать, это сварить основу. У меня есть некоторые ингредиенты дома, но некоторые ты должна найти сама. Это растения, которые мне нужны, растут там и сям вокруг Морланда, поэтому их нетрудно найти. Субтитры делал DimaTorzok Хорошо, Джессика. Это будет отлично. А теперь я начну варку. Теперь, когда варива кипела весь день и туда добавлен овес, оно начинает пахнуть действительно хорошо. И только теперь мы можем добавить самый важный ингредиент – клеевой корень. Без него герметик просто раскрошится при высушивании и не будет достаточно вкусным во рту, когда его будут кушать, что я и собираюсь сделать. Клеевой корень распространен здесь, в Морланде, и поэтому его будет нетрудно найти. При этом важен сам корень, а не растение. И он сидит очень глубоко в земле. Поэтому, когда ты будешь копать, будь осторожен, чтобы не повредить его. Если все же он сломается, то найди новый корень и попробуй заново. Приходи обратно, когда у тебя наберется достаточное количество корня, и тогда мы заварим новую партию герметика. Герметика 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Клеевый корень отлично подошел у Джессика. Из этого получится прекрасный герметик. Подожди секунду, сейчас я все смешаю. Вот, идеально! Это прекрасно подойдет для герметизации, а еще останется на пару сэндвичей для меня. Джессика, вот бочка герметика, которую ты можешь использовать для герметизации моста. Возвращайся завтра, если будет нужно еще. А если не хочешь ждать до завтра, то наверняка сможешь купить герметик у Билли Бульдозера. Пусть и не такой экологически чистый, его можно найти рядом с местом строительства моста. А я собираюсь съесть сэндвич. Вкуснятина! Возвращаемся к мосту и используем материалы, которые получили от Миссис Холдсворт, то бишь герметик. Продолжение следует... Пока что у нас больше нет заданий, связанных с мостом, но для того, чтобы они появились, нужно либо ждать ежедневных заданий с материалами, либо просто закупиться в магазине и продолжать строить мост. После определенной отметки в шкале постройки нам откроется следующее задание на следующий ресурс. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующей части! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова